Социально значимые объекты строительства в Твери в центре внимания губернатора Тверской области. Игорь Руденя провел рабочую поездку по Твери. Все подробности у нашего корреспондента Ирины Синягиной. Первым объектом, который осмотрел глава региона, стала площадка строительства автомобильной дороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе. Путепровод в створе улицы Фрунзе возводится в рамках строительства западного моста. Проект реализуется по вручению президента России Владимира Путина. В данный момент происходит устройство опор будущего путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Путепровод состоит из семи опор. Они будут выполнены из бетона. Само пролетное строение будет из металла. Все опоры будут происходить последовательно, так как это линейный вид работ. К февралю месяцу будут готовы все опоры. Сразу же будет начинаться и монтаж. Путепровод станет альтернативой проезда по Горбатому мосту, расположенному на въезде в Тверь со стороны трассы М-10. Он обеспечит дополнительную транспортную доступность медицинского кластера, включающего областную клиническую больницу и другие учреждения, а также развивающиеся промышленные зоны в Заволжье. При осмотре объекта Игорь Рудене поручил увеличить количество специалистов на площадке для ускорения темпов работ. Мы видим, что темпы необходимо наращивать. Задача это к лету, чтобы уже наш транспортный коридор был сформирован и открыт. По поручению Игоря Рудене при реализации проекта учтены пожелания жителей микрорайона «Юность». Будет обеспечен безопасный проход в популярную зону отдыха горожан Комсомольскую рощу. Следующая точка инспекционной поездки – поликлиника на улице 2-я Красина. Объект возводится по НАСПроекту здравоохранения. Он находится в высокой степени готовности. Выполняются работы по монтажу мебели, утвари, расстановка оборудования медицинского, монтаж рентгенологического оборудования. Производится пусконаладочная работа для того, чтобы запустить поликлинику уже в работу. Игорь Рудене осмотрел здание оснащения учреждения. Дал ряд поручений, связанных с завершением работ. Следующая точка рабочей поездки – школа в Радужном. Она рассчитана на 1224 места. Возводить объект начали весной текущего года. И уже сегодня её строительство находится в высокой степени готовности. На объекте заведут завершающие работы отделочные. Практически покраска, укладка линолеума. Но где-то ещё остатки прокладываем кабельные сети, слаботочные и силовые. Завершаем работы все ориентировочно. 10-15 декабря здесь уже будет работать клининг. Вычищаем, вымываем, наполняем бассейн водой. Расстилаем уже финишное покрытие спортивных залов. Глава региона осмотрел будущую школьную столовую, бассейн, актовый зал и учебные кабинеты. Темпы очень высокие. Надо отметить, что действительно строители предлагают огромные усилия. На объекте работает более 400 человек ежедневно. Также глава региона посетил площадку строительства крытого футбольного манежа в микрорайоне Соменко. Работы требуют дополнительных сил, подчеркнул глава региона. Будет проведено дополнительное совещание по графику работ, чтобы провести мобилизацию со стороны строителей. В завершении рабочей поездки глава региона осмотрел строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне Южный. Она рассчитана на 1224 места. Педагогический коллектив уже полностью сформирован. Участвуем в этом процессе, помогаем расставить грамотно мебель, разнести оборудование, которое необходимо для учебного процесса. И полностью погружены в этот процесс всего нового, интересного создания тех территорий, где детям будет очень комфортно. Школа оснащена по последнему слову техники. Все объекты находятся в очень высокой степени готовности. Сейчас идет уже финальная подготовка, встреча наших ребятишек, которые мы планируем все-таки в 2024 году, чтобы они получили новую, уже просторную школу, светлую, интересную, где бы они проводили не только процесс образования, но и процесс трудового воспитания. У нас есть классы по автоделу. Кроме того, сделаны два хороших бассейна, чтобы дети могли заниматься спортом. Спортзал с двумя отдельными помещениями, побольше и поменьше для занятий для старшеклассников и более младших классов. Планируется, что в 2024 году в Твери откроются сразу две новые школы.